...сроками годности, которые являются опасными и некачественными товарами, и он следует немедленно снять с реализацией, пресечь это правонарушение преступления. А вы не пробовали обращаться в Роспотребназор? То есть в последнее время реже стали такие ответы поступать, потому что... ...изъявляешь о правонарушении, как он тогда, полиция, бла-бла-бла. А вы не пробовали не обращаться? Идите с детской просрочкой в Роспотребназор. Да. Он даже хотел передать, передавать. А вы х** снимались, ребят. Лучше туда идите, туда идиологи, тогда делайте правильно. Матом не ругайся вообще с вами на месте. А что ты будешь, что мне сделаешь? Ты что, полиция, кто ты такой? Никто. Извать тебе никак. Хорошо? Я тебя никак. Ну, баку, да. Да, пока. Никто, извать тебе никак. Тебе не до свидания. До свидания. До свидания. Я с тобой ругаться собираюсь, и ребята, дай себе карту такую правильную есть. А вот это, ребята, это правильная позиция. Как ты можешь делать что-то, знаешь? Иди меняй твою власть, иди меняй, делай. Не много ты поменял. Не среди людей. Не среди людей. Они работают на кассах. Они такие же люди, как и ты. А ты себя сделал правильного человека. А ребенок, это не человек? Опять кнопка хайпа, что ли? Так бесполезно же. Я сам разберусь, идите, занимайтесь. Смысл? Смысл кнопку хайпа? Проблемы с девушками их мало, поэтому... Протрошки много, поэтому надо запасаться телегами. Полежь. Полина. Полина. Полина, займитесь работой, снимите детскую просрочку. Полина. Полина. Вы не слышите. Протите противоправные действия. У вас там на полке реализуются детские товары. Назначные. Девушки, дурничков. Они со стекшими сроками годности. Дело в том, что в Москве, улица Бутырский вал, дом 28, в магазине Билла, до сих пор реализуется огромное количество продуктов питания, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, со стекшими сроками годности, которые являются опасными и некачественными товарами. И он следует немедленно снять с реализации, пресечь это правонарушение преступления. Бутырский вал, дом 28. Билла. Не, Роспотребнадзор, с этим вопросом мы не обращались, потому что есть регламент взаимодействия органов Министерства внутренних дел и Роспотребнадзора, который фиксирует, в этой мюнезон фиксирует, Арсентьев, фамилия его. С которого обращались? Да, да. Благодарю вас. Не пробовали обращаться в Роспотребнадзор? В последнее время реже стали такие ответы поступать, потому что ты заявляешь о правонарушении каком-то, полиция, бла-бла-бла. А вы не пробовали не обращаться к нам? Стандарт, это единый стандарт, чтобы нарушитель не нес ответственности, а заявитель, конечно же. Находимся сейчас в Москве, в магазине Билла с фотохантером. Я решил посмотреть пиво. Как вы думаете, Балтика, да? Вот она. А срок годности у нее истек 8-го, 0-8-го. Вот еще одна стоит. Вот еще одна. И еще одна. И еще одна пиво просрочная. И еще одна. Блин, тут целая партия просрочного пива, оказывается. Золотой жил. Смотрите, еще одна. Володя, ты пиво любишь? Ты пиво любишь? Ана! Сегодня у нас пир будет не только и детские просрочки, это уже и букла. Приглашаем вас в отдел полиции. 8-го числа и стекло. ОВД Тверской. 0-8-й, 0-8-й. Да, 7-12-й. Полиция это не давно. Срок годности истек 6-го, 0-8-го. Он такой вот добрый, детский. Срок годности 14-й, 0-3-й. 17-й, 0-2-й. Еще один вопрос. Окончательный вот тут у нас. Володя, как ты относишься к старшему детскому поколению? К младшему я отношусь к более... Даже к более младшему. Ой, оно липкое все. А у этого, ну, даже не знаю. Ну, тут... О, мое. До февраля. До 14 марта одно, а второе до 17 февраля. Пивко от 6-го, 8-го. Медское питание до февраля. Ужасно, да. Нет, вот вы под сомнение поставили, конечно, мой ракцион питания. Я на экспертизу хочу выносить. Часть органолептики. Все-таки решил я вернуть деньги, часть им верну маленький кусочек, остальное на экспертизу. Стану на независимую. Полностью вас поддерживаю. Спасибо вам. Только кусочек маленький, чтобы был совсем маленький. Да, да, да. Буквально прошло. Сейчас современные технологии. Я опять... Я не специально, я не виноват. Почему у тебя все валится из рукава? Да, ну прям в этот. Ты не трогал, ладно. Я так аккуратненько брал в стол. Я вот не очень аккуратно взял. Давай это, кидай, она тяжелая еще. Да ладно. Ладно, как не разбить. Ну что с ними, кстати, покажи. Срочно. Одну какую-нибудь. А, до 8-го марта. Да, они все такие. Даже вот этот. А это вообще 6-го марта. Вот это просто жесть. Жесть. Тут еще вон. Вон все. Здесь тоже вон. Коллективное искренне. За то, что они вас эксплуатируют. Как рабов. Давайте, я буду вашим представителем. Володя, у нас как юрист очень хороший. Так же зря отказываетесь. Я не сомневаюсь. В плане просрочки. Правда, счет потом большой будет. Не, ну с Анной мы договорились. С Анной мы договорились. У него есть некоторые внешние данные. Да, договоримся. Я вас уверяю. А если получится? У вас что-то распиталось в эти коробки? О, это залет. Это реально раскидывает вещи. То есть залет это у вас похоже? Ну, судя по прилавку, конечно, отрицательно. А если не кормить пили? Детям? Хорошо. У меня опыт 6 лет. А это младшенькая, если кто-то, которая? Нет. А еще? А другая. Я просто слежу за вашей жизнью. Буквально с вашего рождения. Да, вы что ли? Да, даже в друзьях ВКонтакте подписаны, только не добавляйте. А что тебе? Лайкосик, что меня добавили в ТикТоке. Друзья. Ну, ваши-то добавили. Да? Да. Я не видела. Ну, из 159 человек можно было бы все-таки ее рассмотреть. Я же говорю, что там подписываются очень мало. Очень мало. Но я там тоже не активный, не переживайте. Да, ну, со временем что-то было? У меня был какой-то подписчик, который тоже там ролики, что просрочку смотрят, ругается с охранником. Это очень похоже на описание всей жизни Альтиславии. Кроме нас ведь? Или вы против ВДВ? А я ей это сказала. Ага. Вот уже правильно. Да, ну смотрите, сейчас обидятся на вас все пьяницы района. Кто там что-то скажет? У вас нет барабана, что вы здесь заливаете. Эти блогеры все приезжают и приезжают. Знакомьтесь, кстати. Ваш тайный покупатель. Или выстыхательная. Я знаю, что он пробил просолочку. Ну, как так? А мне почему не пробиваете? Вот вы скажете? Проживаете ее, да? Сработка. Почему? А что же вы им сказали? Не продайте. Ну, ладно. Он ей больше нравится. Поэтому ему пробивают, а ты нет. Более. Давайте я вам помогу, Анна. Можно? Мне от вашей помощи больше вреда не достают. Ну, поэтому и хочу помочь. Мы не рады не допретили снимать, Анна. А что мне вам запрещать, вы все равно будете снимать? А что вам отказываться, он все равно будет обвинять. Видите? Рогик этот. Ну, ну. Пускай ведет. И а то у него это получится. Ну, только Полину не проводите, чтобы это. Слышь, мальчик, не наглейте. Слышь, мальчик, не наглейте. Это про Полину? Я просто... Нет, правда, если... Если про Полину не болила, там вообще все умрет. Слышь, мальчик, не наглейте. Водочки мальчик принеси. А может, сюда? Водочки мальчик принеси. А можно вызвать сотрудников полиции? Что случилось у вас? Реализация детского просроченного питания с истёкшим сроком годности. А вот это какой? Бутырский вал, дом 28, магазин Билла. Вы из организации? Ну, это обычный покупатель. Фамилия ваша как? Яковлев. И мечтал? Кирилл Викильевич. Кирилл Викторович? Все верно. Слева контакты? 931. Армадский, я передаю. Все, забрал. Спасибо. А вот тот, кто же Лену или Пуча там устраивает концерты, вы и папа тоже за прививку себе сделали под путинской властью там, да? А, вы за Путин? Да я проще с него. А маску оденьте, пожалуйста. А маску не одену, когда он не скажет. Ну, то вы что сказали. Я проще с него, и поэтому... И что, поэтому куда же ты у нас заражаешься, что ли? Апчхи! Сейчас, в эту очередь создадим, надо решить, что первой. Что? Передай всем, кто это верит. Вот это и вот это. Он все специально тебя... Да. Передай всем, ребят. Передавай. И что будет дальше? Ничего. Он тоже хотел передать, передавай. А вы занимаетесь, ребят. Лучше, тогда идите. Тогда и диалоги, тогда делайте правильно. Матом, не ругайся вообще, остановись. Я что ты будешь, что мне сделаешь? Ты что, полиция? Кто ты такой? Никто. Идно тебе никак. Хорошо, тебя никак. Ну, покажем, да. Никто, идно тебе никак. Тебе никак звать. До свидания. До свидания. Я с тобой ругаться не собираюсь. И ребята, знаешь, скажут, что правильно идти. А вот это, ребята, это правильная позиция. Как ты можешь делать что-то. Иди меняй власть, иди меняй, дед. Не среди людей. Не среди людей. Они работают на кассах. Что они сделают? Они такие же люди, как и ты. А ты себя сделал правильного человека. А ребенок это не человек? Они ничего не могут сделать. Потому что у них работа, у них семья, дети. Ты об этом никогда не думал? Так они этих же детей нравятся. Я говорю, если их увольят, куда они пойдут? Куда они пойдут? Ну, никуда я не пойду. Потому что им сложнее, чем тебе. Ты об этом никогда не думал. А детей, которые они травят? А детей? Детей травят они? Да. Ну, скажи ты не им, а администрации, правительству. А где? Позови сюда, администрация. Позови сюда, администрация. Я не главный, не хозяин. А что это? Я просто скажу, что ты объясняешь, что ты пошел и там выяснял. На высшем уровне они снизу. Здесь проблема не там. Ты снизу, ты снизу, ты снизу, а сверху никто не слышит. Ребята, а пошли наверх. Вот, вот там, вот. Они не слышат. Они не слышат, они сверху. Они не слышат. Они не слышат, понимаете? Когда люди только соберутся, а когда ты травишь таких же людей, что-то мать, что-то жену. Я знаю, моя мать, твоя жена была. И так же ее травили. Что вы видели? Ничего. Она сидит, она сидит на кассе. Это прикольно. Привет, ребята, придайте. Ленчик. Это от Ленчика. Я Кирилл. Я Кирилл. Александр. Матом не ругайтесь. А вы матом ругаетесь от нарушения заявлений в полиции. Мы согласны убрать камеру. Перестаните матом ругаться. Покупайте. А вы зовите милицию. Из Беларуси срочно милициям. Перестаните ругаться. Не надо милицию. Мы уберем камеру. Кто это? Милиция. Не, ментов не надо. Давайте, вот мы вам... Не, не надо ментов. Девушка, вызовите милицию. А вы из Беларуси или из Киргызстана? Не надо ментов, пожалуйста. Вы понимаете, эта банда просто придут. А вы же не понимаете, что это банды. Вызовите милицию. Не надо ментов. На мое ответственность. Не надо ментов. Какая у вас ответственность? Не надо ментов. Они приехали. Ну, не против, что я вас не снимаю. Ну, это патриотовство. Кто-то запретил активно снимать себя. А кто это? Вы кто? Почему вы снимаете себя? Я сказал, валял ее. Валял, Алекс, наобеду мой мой. Стропа, одна основа. Какой мальчик. Слышно. Почему вы снимаете? Вы еще с помидорами? Вы еще с помидорами? Давайте я вас... Пропивайте в очередь задерживаюсь. Да, там вон, здесь пять человек уже стоит, вас ждет, пока вы снимаете. Пожалуйста, меня не снимайте, я запрещаю. Не надо, пожалуйста. Правда? А что ты? Ты кто-то? Почему? Не надо. Я в розыске нахожусь. Не надо, пожалуйста. Спасибо, друзья, за ваши комплименты. Я, кстати, замуж. Мы не снимаем никого. В колболу будем разговаривать. Да я тоже не... У меня есть какая-то банда. Банда покупателей. Девушка, вас не задерживают. А что, охранник сидит молчит? Да. Ну, как бы вы сами слышите, что он молчит. А мы запугали его. Простите, а вы через одного нам отрешиваете? Кому-то можно без одного, да? Избранный. Кто матом ругается. А как-то вот можно вопрос? На каком отставали, что как-то с кого-то было спрашивать, а с кого-то было спрашивали. Да, потому что мы в этом что-нибудь попросили. Так уже человек стоит на оплате. Он же не оплатит, а с ума... Вы нас вот там вот спрашивали. А, кто матерится, да? Вы нас спрашивали так. А здесь человек уже со сканировки. Нам бы отказались сканировать товар. А здесь вот сканировали. Я не матерюсь вообще в том месте. Ну давайте мы ждем маски. Все, ваше требование. Вы еще и матерились? Аннулируйте, пожалуйста, чек, девушки. Нет, просто вот этот парень, который на вас орал, и она. Они матерились, и от них маски не требуют. Это не маска, это платок. От всех остальных масок требуют. Это платок. Анечка, вы что же так позорите? Вы против Собянина? Да ладно против Путина, но против Собянина. Маску не требуется. Ну, знаете, отписывайте, девушка. Вы, наверное, вы, наверное... Идите, идите. Это дата и мэра, да? Нет, мне о чем писали. Да, дата и мэра. Стухачи Путина. Стухачи Путина. Стухачи Путина. Меня отказали в продаже здесь. Окей, ну что. Я разбиралась с кассиром. Вы подошли, начали ругаться. А почему вы людей снимаете? Я подошла, потому что я увидела камеры, которые меня снимают. Вот наверху, знаете, вы встали к нам подпадать? А вот наверху. На них почему не погутили? Скажите, на эти камеры. Вы давали разрешение? Да, вот 10 камер. Идем очереди. Мы разбираемся с нарушениями. А, да? То есть, мне накидали, что стоит раз, два, три, четыре. Я сейчас еще причиной вечера. Мы накидали. Я такой же покупатель, как мой день. Вы мне фамилия Юч. Да. Почему? Потому что вы матом ругались, как быдва. Да, а вы не быдва. Нет. Я матом не ругался вообще с помещением. Ругался. Мария-то. Скажите, что, таджичка или кто? Клевета. Не было такого. Правда? Правда. Клевета? Оставьте до полиции, мы вызвали полицию, напишите лично на меня заявление, и мы с вами встретимся в суде. И если вы чего-то, какое-то слово не докажете, пойдете в заложный донос. Хамите, пожалуйста. Да. Матом не ругайтесь, пожалуйста. Матом не ругайтесь. Мат, это великий русский язык. Да, за него предусмотрено ответственность. По-другому не скажешь. Так за него статья предусмотрена 20.1. Давайте мужчинами. Мелкое хулиганство. Я ругаться? Зачем? Я из культуры не столицы приехал. А? Из кого? Санкт-Петербург. Ооо. Ага. Причем два человека приехали, а вы матом ругайтесь при ней. Какой позор, такая вот москвичка. Как последняя быдла ругается в магазине. А быдла это не оскорбление? Не, я сказал. Который старше вас. Ну, не знаю, старше, не старше. У нас, к сожалению, кронометраж уже вышел. О, там есть. Пакетите, пожалуйста, в магазин. У меня батарейка садится, видите? Я хочу посмотреть, что в милиции с нами сделают. Что в милиции белорусская милиция может с нами сделать? Забрать в Голоруссию, что ли? Да. Потому что у нас 9 лет уже нет милиции. Женщины, окститесь. Вы в каком году? Мужчины. Мужчины. Наверное. Ну, вам я не собираюсь это доказать. Точно. Слава уводится. Давайте мы с вами расстанемся на позитиве. То, что вы извините, если вы идете. Конечно. Ну, не мы же. Ну, давайте спросим людей вокруг, кто должен взвениться. Кто матом ругался. Кто матом ругался. Кто держал в очередь. Рожал явное неуважение к обществу и окружающему. Что это делал? Только продукты не разбрасывайте, пожалуйста. Извините, это питер. Слишком культурный человек. И вы видите, как вам сказали. И вы видите, возмутило, что я сказала слово «блядь». Кстати, это между прочим, я сказали все равно. Это профессия, я считаю. Это профессия, да. Почетно. Ну, вот видите, да? Тут же мне накидали. Я от слова, а я не могу 20. Мы обогатили ваш словарный запас. У вас от слова, а она с десяток. Есть кто в правовом поле? В правовом поле все-таки существуют необходимые слова. В правовом поле все-таки существуют необходимые слова. Законы мои права защищают. Вы помогли по моим правам защищают. А что в пакет на взяток? Свои помощники. Это вам не сказали. Еще раз. Что ж такое? Вы путаете? Ну, сука, литература. Нет. Это вы лицо в нее прикажете. Я настаиваю устроу, я не подхожу. А мы с вами будем вставать. У вас еще нет. А я с вами давно? А я давно с вами попросился. Я прошу. Ну, вы не ушли. Вы не выполнили законные требования. Майор. Готовы дать признательное требование? Я вам бланку выберу. Знаете, мне кажется... У меня бланка по объяснению. Заполните объяснение? Вонещать мне. Объяснение заполните. То, что вы сейчас говорите... А, все вы идете? Объяснение испугали вас. Ну, просто сотрудникам полиции ваше объяснение передали. Просто слова не подшить, а вот могли бы письменно назвать, что мы вообще прочитали. Мы на досуге почитали ваше объяснение. Прекращайте. Мне вообще никогда не голосовываю. Потому что дело в том, что я в детстве не наговорился. Никогда я не наговариваюсь. Я все говорю, говорю без остановки. А меня когда не слушают, я говорю больше, потому что человек меня не слушает. А мне нужно донести информацию. Да, я вот на самом деле уже почти развелись. А вы представляете, вот как зашли вот такие вот молочи? Я прямо этого жду, просто ужду, когда кто-нибудь в этом батном обществе подойдет ко всем моим знакомым. Сделаем замечание по их нарушениям. А на слово обрет в ад. Представляете, будет мне приятно. Я все-таки шел вдоль творил тем, что помолчал. Бог с нами. Ой, еще и Бог с нами. Увидимся. Увидимся на баррикадах. Ну, пацанам. Полиция, пожалуйста, астеричи, можно вам помочь? Здравствуйте. А можно оставить жалобы на сотрудников полиции, которые бездействуют? В соответствии с 59-м федеральным законом на жалобы на действие бездействия сотрудников полиции принимаются в письменном виде востоящих подразделениях или в прокуратуре. Что вы говорите, да? Вы слышите меня, я вам говорю? Я вас слышу. То есть вы сейчас тоже будете бездействовать, да? Почему? Принимайте жалобу на сотрудников полиции. Бутерский вал, дом 28, в магазине Билла происходит административно, а возможно, уголовная статья. По статье 238 УК РФ, часть 2, пункт Б. Реализация некачественных продуктов для детей до 6 лет. А сотрудники полиции на протяжении полутора часов приехать не могут. Получается, вы сейчас находитесь по адресу Путерский вал 28, верно? Конечно. Это магазин Дикси. Магазин Билла, не Дикси. Магазин Билла. Что именно сотрудники полиции делают? Они не делают. Они до сих пор приехать в течение полутора часов не могут. То есть вы жалуетесь на то, что полтора часа назад вызывали сотрудников, и они до сих пор не приехали? Конечно. А имя, имя, отчество ваше? Яковлев Кирилл Викторович. Имя, отчество повторите, пожалуйста. Яковлев Кирилл Викторович. Номер телефона, с которого звоните, контакт вам оставить. Все верно. Заживаете по какому адресу? Зачем мне адрес? Потому что вам письменный ответ на вашу... Письменный ответ? А вы точно в Санкт-Петербург мне пришлете письменный ответ? Если вы проживаете там, то вам придет письменный ответ. Да вы... Я сомневаюсь, что вы мне пришлете, это не обязательно. Вы жалобу примите просто, и все. Информация ваша, и так передайте мне соответствую. Спасибо. К сожалению, пришел за покупками в магазин, и на кассу подошел. Говорит, а у вас оно просрочено все. Целая тележка, мне казалось, просрочена. Сам не ожидал вот такой сюрприз. Первый раз такая. В Санкт-Петербурге у нас полиция, когда видят такой сюрприз, он наказывает все золото. И это за разрешение, а вы принесете. А у тебя золото было заявление? Я знаю, да. Вы принесете, да? Они как... Серега, я скинусь, поехали. А, ну, правильно, два. Второй случай. А я могу не вернуть. Давай я тебя дам. Приходило чехол? Нет. Нет, ну, смотрите, утром были. А это второй случай. Я надеюсь, что он сразу не придет. Нет, сейчас я дам. Два их направить. Дома будет? Ну, не могу. Вы пока пишите, если кто-нибудь где-то там будет писать, я ему подойду. Дома требу, когда я ему срочу. Ну, относительно. Да. Не могу, Дубай, что-то для лучше. Давай, как у нас получится. Как пойдет. Все, Володя сейчас напишет. Надеюсь, придет участковый, а если не придет, но мы оставим это место, потому что у нас еще есть другие дела.